о о покупатель дел миллион фильм сказка бюро пропаганды советского киноискусства 3 лишь смотрите но в детстве мы могли подумать что это выдается под эгидой бюро пропаганды советского кино классно это первый советский комикс кстати я вам позже чуть скажу хорошо как больше узнают до лет правы правда не стоит за 800 лёш вы смотрите на него мне он понравился мне он понравился очень красиво но переверните там ценник внизу поэтому я вот на настали гирую представляете вот это увидеть реально не на экране картинка там же у меня осталось кредит я отложил сразу 20 20 можно я тебе сейчас расскажу нет не дорого нет не дорого 30 значит 30 какая прелесть вообще саня ты видел как шайбу шайбу в комиксах так они подели мам покажи мне мультик на диафильмах между прочим вот это гораздо интереснее очень красиво вот из-за этого всегда их и покупают вот это и это то же самое а мы хотели так это фрунзе фрунзе селуминовый да сколько он такой что ищи 1200 у меня 600 это даром конечно коротко вкусно и мы закопаем закопаем хэнд мэйд ой какой мальчик прелестный какой мальчик прелестный просто бесподобный очень тяжелый и нужно на путь и 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 восточную и я думаю что это дальневосточная и вот это шикарная кстати редкая вещь из чашечек кузнецовского фарфора да заварники в основном я чашка 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 дашь overtop играх Как правило, топор всегда страдал. Сколько она стоит такая? Вот это, я знаю, для вступления. Найдите. Найдите. А, найти, да? Ну, хорошо. Вводим искать. Ой, какие медные монеты. Прекрасные. Только не надо, мне вот это не врать. А говорят, ой, какая. Нет, ой, какая, а переворачиваем, и уже не такая, как на... Вот такая нельзя, говорит. Да. Вот такая нельзя. Хорошо. Ну, пятачок и пятачок. Сколько пятачок такой стоит? Стоит 75. Всего-навсего, да? Это очень доступная цена. Очень. А что? Очень доступная. Мелочь. Футболисты. Класса что-то за львом. Нет. Да, давай. Удачи вам с кофем. Счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok 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 такой пояс у него очень интересный пояс интересный пояс амуниция вот кто это казак я думаю что это послевоенные с войны приходили одевать вот так то что это какая красивая детдомовцы так ну хорошо все мы закончили спасибо вам за подробный обзор